Можно как раз вопрос задать по ней? Давайте. А вот насколько нужно… Вот, допустим, написано в пятой задаче, допускается неявное задание кривых. То есть насколько нам нужно это все расписывать, допустим, если мы понимаем, что гипотетически что-то сводится к поиску первого интеграла, мы его, допустим, нашли, на каком этапе нам можно остановиться? Ну, я считаю так, что интеграла все-таки нужно взять, но там не обязательно выражать x через y или y через x. Но интеграла все-таки взять нужно. А можно еще тогда спросить? Кажется, они там везде берутся. Но если вы почувствуете, что что-то не берется, то напишите, я проверю условия. А можно еще тогда спросить, а вот все случаи, когда, допустим, числитель и знаменатель равны нулю, нам тоже нужно рассматривать? Вот, допустим, когда там задана в пункте b, а знаменатель, допустим, может быть равен нулю в каких-то точках, нам это тоже нужно проверить. Да, сейчас давайте я открою условия, чтобы понять. Так, вторая задачка, вторая домашка. То есть про какую задачу вы спрашиваете? Нет, про пятую. Про пятую задачу. Сейчас я пойму, что там нужно. Пятая задача. Про какой пункт? Ну, допустим, про любой. Ну, допустим, вот в пункте b у нас есть числитель, есть знаменатель. Нужно ли нам для начального условия… Ну, то есть вот, чтобы решить, нам нужно проверить, что знаменатель у нас не равен нулю. То есть нам это все нужно будет проверять, да? Значит, если у вас знаменатель нулевой, то у вас там просто… Нет, смотрите, вас здесь интересует просто уравнение фазовых кривых. То есть может такое сложиться. Но вот представьте себе, что у вас более простая задача, типа dypdx равняется минус x, деленное на y. Сейчас давайте я расшарю все-таки. Да. Да. Вот представьте себе, что у вас крайний задатчик тип такой. Значит, скажем… Ну, давайте так. dypdx равняется минус x, деленное на y. Вот. С одной стороны, мы знаем, что здесь, конечно, знаменатель иногда обращается в ноль. И это… Собственно говоря, если нарисовать поле направлений, то это вот как раз вот такие вот случаи. Уравнение здесь действительно не определено. Но дальше, если вопрос задать уравнение интегральных кривых, то я просто эту задачку решаю так. Допустим, у меня получается y dy плюс x dx равняется 0. Дальше я могу заметить, что это просто дифференциал от вот такой штуки. И сказать, что у меня уравнение интегральных кривых вот такое. И, в общем, это будет правда. И понятно, что здесь будут точки, в которых на самом деле вот эти вот точки, они как бы выклуты из интегральной кривой, потому что уравнение просто не определено в этих точках. Но если я интересуюсь просто уравнением интегральных кривых, то эта тонкость меня не особенно интересует. Вот как бы правильный ответ, ну, по крайней мере, ответ, который я считаю допустимым на вопрос, типа найти уравнение интегральных кривых для вот такой задачи, будет вот таким. Без уточнения того, что вот в этих вот точках на самом деле решение не определено. Вот. И вам нужно следовать примерно такой же степень подробностей здесь. А, все, понял. Спасибо. То есть, в общем, вот конкретно в этой задачке, про которую вы говорили, в пункте B вашего варианта, если я правильно его открыл, вроде бы здесь нет необходимости никак специально изучать знаменатель. Вот. Давайте еще вопросы. Да, спасибо. Окей. Так, ну что, давайте тогда потихоньку продолжать. Значит, мы продолжаем изучать линейные уравнения, и сегодня поговорим про важную тему – линейные уравнения на плоскости. На плоскости с постоянными коэффициентами. Значит, мы рассматриваем сейчас такую штуку. Ну, во-первых, значит, мы сейчас будем изучать всякие разные линейные уравнения с постоянными коэффициентами, то есть это означает, что мы изучаем вот такую штуку. Значит, общий вид – это уравнение вида x-точка равняется a, t, x, где x… ой, не a, t, а наоборот, a, t как раз не зависит, просто x-точка равняется a, x, где x – это многомерный вектор x от t. Но дальше мы будем как бы идти по мере возрастания сложности, то есть будем увеличивать n. Но случай n равняется 1 – очень простой. А именно это то, что мы изучали с самого начала. Случай n равняется 1 – просто означает, что вы живете в одномерном пространстве. Тогда матрица a превращается просто в число. И это ваше уравнение типа x-точка равняется kx. Это уравнение, которое я написал на первой же лекции и сказал, что в некотором смысле весь курс будет посвящен решению этого уравнения. Но вот мы сейчас с ним снова столкнулись. И мы знаем, как оно решается. Какое решение уравнения x-точка равняется kx. c умножить на e в степени kx. Ну да, только не x, а t. Ну давайте я напишу так. x0 на e в степени kt. Все, на этом изучение случайно равняется 1, заканчивается, потому что вот у нас есть явное решение. И, в общем, мы все про него знаем. Вообще с ней никакой проблемы нет. Дальше. Соответственно, первый нетривиальный случай, который здесь возникает, это случай n равняется 2. И именно ему и будет посвящено сегодняшнее занятие. И, может быть, даже следующее тоже. Посмотрим сейчас, как успеем. Значит, ну давайте смотреть, что происходит в случае n равняется 2. Значит, в этом случае у нас a – это уже полноценная матрица. Это матрица 2 на 2. И мы рассматриваем такое уравнение. Давайте я буду писать не x1, x2, а xy для удобства. Значит, у меня уравнение будет иметь такой вид. x с точкой, y с точкой равняется какая-то матрица a на вектор xy. Значит, a – постоянная матрица. Ну вот я хочу понять, что будет происходить в этом случае. Оказывается, что все уравнения такого вида можно решить прямо в явном виде, написать конкретные формулы. И, на самом деле, как мы в прошлый раз обсудили, многие из уравнений, которые мы уже обсуждали, они как раз такой вид имеют. Например, уравнение колебания осциллятора – это как раз такая же штука, сдающаяся таким же уравнением. Ну, давайте обсудим, как такие уравнения решаются. Значит, есть у нас какая-то матрица a. Есть какое-то уравнение с этой матрицей. Чего в этом случае хочется сделать, чтобы это уравнение решить? Ну, разделить, чтобы было xy. Если вы хотите разделить одно уравнение на другое, то это, скорее всего… Нет, нет, разделить в смысле, чтобы с одной стороны было xy, а с другой стороны – y. С одной стороны были xy, с другой стороны… В каком смысле, с одной стороны – и тут, и тут? У вас система из двух уравнений. То есть какая-нибудь система типа x-точка равняется, скажем, 2x плюс 3y, y с точкой равняется, скажем, x плюс 4y. Вот что-нибудь в таком стиле. Что можно сделать? Значит, есть у вас такое линейное уравнение. У нас, помню, сказали, что у нас, если x штрих – это a от x умножить на x плюс b какое-то, то мы можем что-то сделать. Это не про это? Ну, у нас в данном случае однородное уравнение. То есть у нас просто уравнение вида вот такого вида. x-точка равняется a x. Так что если вы говорили про неоднородное… так сказать, про то, что мы можем анализировать неоднородное уравнение, зная решение однородного, то здесь это никак не поможет, это само уравнение однородное. Ну, может, то, как мы делали выше, то, как мы делали с примером, то есть мы переходили не от решения в расширенном фазном пространстве, а просто к фазовому пространству, то есть dy по dx. Это мы уже как-то умели решать. То есть можно… Да, ну, теоретически можно действительно сделать… теоретически можно написать решение. То есть можно поделить одно уравнение на другое и написать уравнение фазовых кривых, и это даже получится сделать там с помощью замены. Ну, вот эта штука получается, если вы поделите здесь одно на другое, то у вас получится однородное уравнение, правда, однородное не в том смысле, тут есть два разных слова, два разных значения слова «однородное». Значит, однородное уравнение имеет два разных смысла. Значит, есть вот такая штука, когда у вас есть dy по dx равняется f от y, деленное на x. Это просто однородное уравнение, и они решаются заменой. За это равняется y, деленное на x. У вас такое было на семинарах вроде бы, по крайней мере, в листочки вставлял. Значит, и есть второй смысл, не имеющий никакого отношения к первому, а именно это уравнение вида, допустим, x точка равняется ax плюс b от t. Значит, вот эта вот штука неоднородность. И вот если b равняется нулю, то уравнение называется однородным. x точка равняется ax, линейное однородное уравнение. Правда, что вот такое уравнение, действительно, если вы конкретно вот такого типа уравнения, если вы поделите одно уравнение на другое, то оно сойдется вот к такому виду. Но дальше станет довольно тоскливо, потому что вы, конечно, это уравнение можете решить с помощью вот такой замены и получить в каком-то неявном виде связь между x и y. Но если вы хотите именно решение, если вы хотите именно x от t, y от t, то дальше вам будет довольно тоскливо, потому что дальше вам нужно будет... Ну вот вы бы хотели бы иметь как бы явную зависимость x от y, потому что тогда вы могли бы подставить эту зависимость в одно из уравнений и свести таким образом задачу, ну вот как бы вот эту двумерную задачу к одномерной. Но если у вас явной такой зависимости нет, то она, скорее всего, будет в каком-то неприятном, неявном виде, то, в общем, приятного мало в том, чтобы использовать этот метод для решения такого уравнения. Но если хотите попробовать, то можете попробовать в явном виде найти решение уравнения, от того, которое я сегодня уже писал, вот этого уравнения. Можете попробовать найти в явном виде. То есть вы можете начать даже не с этого уравнения, а вот с такого уравнения. Значит, у вас x с точкой равняется y, y с точкой равняется минус x. Значит, это уравнение осциллятора. И вы можете попробовать найти в явном виде его решение таким образом. Вот мы нашли связь между x и y. Дальше теоретически вы теперь можете сказать, что у вас y равняется квадратный корень c минус x квадрат. Дальше теоретически вы можете взять вот это выражение, подставить его, скажем, вот сюда, и получить вот такое уравнение на x. x с точкой равняется квадратный корень из c минус x квадрат. Но дальше можете попробовать это уравнение решить, но уже видно, что оно, в общем, приятного мало его решать. Оно решится, конечно, вы там интеграл потом возьмете, там какой-нибудь. В общем, так или иначе, вы получите правильное решение. Но решается это не очень приятно. В более общем виде будет еще хуже. Можно тогда попробовать по-другому предложить? Давайте. Ну вот мы обсуждали на прошлой лекции, что это очень похоже на линейную алгебру, когда у нас есть оператор. Но мы помним, что в линейной алгебре мы много занимались поиском собственных значений. А если здесь мы найдем какие-то собственные значения матрицы А, то потом, если мы сделаем замену и перейдем в базис из собственных векторов, чтобы это здесь не значило, вот у нас вроде бы как сведется это уравнение к двум уравнениям вида первого. Да, это очень хорошая идея. И именно этим мы сейчас и займемся. Действительно, давайте воспользуемся достижениями линейной алгебры. Не зря мы с ней так долго мучились. И приведем... Мы понимаем, что то, что здесь написано, это написано некоторое уравнение, в котором формально здесь стоит какая-то конкретная матрица, вот у меня написаны какие-то чиселки. Но в действительности здесь стоит какой-то оператор. И оператор можно записывать в разных базисах, разными матрицами. И в хороших базисах работать с операторами приятнее, чем в плохих базисах. Это, в общем, один из главных take-away, которые вы должны были взять из курса линейной алгебры. И поэтому дальше идея состоит в том, что давайте мы попробуем привести матрицу A к какому-то хорошему базису. Значит, давайте приведем оператор заданной матрицы A к хорошему базису. Ну, что означает к хорошему? Какие вы знаете хорошие базисы для данного оператора? Ну, первое, это базисы собственных векторов, но, наверное, лучше это ортонормированный. Ну, ортонормированность нам сейчас не особо нужна, потому что у нас нет никакой естественной евклидовой структуры, у нас нет никакого естественного склярного произведения, которое нам нужно было бы сохранять. И речь идет просто про операторы. Про этот оператор мы ничего не знаем. Ну, то есть всякая история про ортонормированность возникает тогда, когда у вас возникают такие самосупряженные операторы. То есть, например, операторы, которые в стандартном базисе задаются, в хорошем, заведомо хорошем базисе задаются там симметричной матрицей. Допустим, у вас базис сам по себе ортонормированный, и оператор задается симметричной матрицей, тогда вы знаете, что у этого оператора там есть какой-то артнормированный собственный базис. В данном случае ничего такого нам не нужно. Нам действительно будет очень хорошо, если, в принципе, у матрицы А есть диагнозирующий базис, то есть базис, состоящий из собственных векторов. И такое бывает не всегда, но бывает часто. Давайте мы начнем с такого случая. Давайте действительно просто найдем собственные значения матрицы А. Уж точно какие-то они есть. Пусть у матрицы А есть собственные значения λ, μ. И вообще, здесь, возможно, разные варианты, начиная с того, что эти собственные значения могут оказаться вещественными, могут оказаться комплексными. И давайте мы сейчас рассмотрим случай вещественных собственных значений, потому что у нас изначальная задача вещественная, и мы, в общем, переход в комплексные числа потребует от нас некоторой дополнительной работы. Поэтому давайте мы сначала рассмотрим более простой случай, а именно случай, когда собственные числа вещественные, и жить чуть проще. Значит, первый случай. Рамдемию вещественную. Тогда возникают еще разные подслучия. Давайте под случай первый. Пустим, если это разные вещественные числа. Значит, если у матрицы есть два разных собственных значения, что вы тогда можете сказать про эту матрицу хорошего? Что может сказать про ее собственные векторы? У нее будет два собственных вектора. Да, существует два различных собственных вектора. Отлично. Ну, это как раз и означает, что мы эти собственные векторы можем взять в качестве базиса и тем самым перейти в собственные базисы, как выглядит матрица в собственном базисе. Лиан, ты имеешь по главной диагонали и нули по побочной? Да, давайте я напишу это преобразование. Значит, пусть у нас есть матрица С. С это такая матрица, у которой по столбцам написаны координаты базисных векторов. Собственных векторов в исходном базисе. Давайте посмотрим, что теперь будет происходить с нашей матрицей А. Значит, можно сказать вот что. Можно сказать, что... Значит, тут у нас была матрица А. И что мы теперь знаем про эту самую матрицу А? Значит, я хочу сказать, что если ее перевести в новую базис, то получается диагональная матрица. Давайте я обозначу, допустим, буквой D. Да, это вот такая вот диагональная матрица. Значит, теперь нужно, главное, не запутаться, с какой стороны чего писать. Значит, матрица С – это матрица, у которой по столбцам написаны координаты собственных векторов. Ну, давайте смотреть. Значит, как связаны матрицы А и Д? Вроде бы С в минус первой ДС. Так. Ну, вот тут нужно понять, либо А равняется С в минус первой ДС, либо Д равняется С в минус первой АС. А, нет, вроде бы Д равняется сейчас. Да, это невозможно запомнить, но можно подумать про это таким образом. Вот смотрите. Значит, что мы знаем про матрицу А? Сейчас, как бы, как можно показать. А можно же сделать то же самое, как мы делали на линейной алгебре. Вот у нас есть два пространства, и мы в каждом из них меняем координаты. Допустим, вот у нас было пространство В, в котором была матрица А, и пространство W, в котором была матрица Д. Ну, то есть вот, точнее, не так. Мы переводили из одного пространства, из х в у. Дальше мы говорим, что мы меняем, получается, и в х координаты, значит, там у нас будет представляться, как х умножить, ну, то есть новые х, это х умножить как раз на С. И то же самое для столбцов У. И потом мы должны, получается, так как нам важно выразить х новый через у новый, то мы должны домножить справа на С в минус первой, вроде бы. Так, ну да, давайте действительно сделаем вот такую штуку для простоты, чтобы вспомнить, в каком порядке там ничего писать. Давайте сделаем такую вещь. Значит, во-первых, чего я хочу сделать? Я хочу, чтобы вот у меня есть, значит, вот у меня есть мои исходные координаты, да, x, y, и у меня есть мои собственные векторы. Значит, вот, допустим, это вектор У, а вот это вектор В. Давайте, я скажу, что это не вектор У и вектор В. Давайте я скажу, что это моя новая, как бы вот новая система координат. Допустим, вот это У координата, а вот это в координаты давайте я даже вот так сделаю значит вот что я хочу сделать сейчас хочу сказать что вместо вот моей исходной системы координат x и y я перехожу вот в такую вот систему координат давайте поймем как этой новой системы карна связано со старой значит мне нужно чтобы у меня соответствующий базисный вектором давайте их как-нибудь обозначить и вектор допустим пусть у меня здесь будет у его я уже занял буквами какими буквами бы обозначить вектор и пусть здесь будет не у его как-нибудь по-другому я назову эти координаты допустим что они называются x с волной y с волной здесь у меня а вектор и как раз буду называть у его значит у его это мои собственные векторы моей матрицы значит у меня уровня цельом до у а в равняется мю в вот и соответственно в матрице c по столбцам как раз записаны координаты этих самых векторов у теперь я делаю следующее хочу перейти вот в эту систему координат у которой базисом являются вектором вектора у его значит что мне нужно сделать у меня есть координаты x волной y с волной и у меня есть координаты x и y вот самое главное это понять как они связаны друг с другом они очевидно как связаны через матрицу c но вот вопрос как нужно домножить один из этих векторов на матрицу c чтобы получить другой вопрос кого старый старый домножить на c получится новый старый домножить на c то есть вы хотите вот эти координаты умножить на c, чтобы получить вот эти координаты. Ну, как бы у нас единичные координаты переводятся в какие-то неединичные. Соответственно, надо умножить. Только надо умножить слева. Ну, сейчас вот смотрите, значит, как вы хотите сказать. Вы хотите сказать вот так? Да. Давайте проверим. Значит, вот если я беру, например, вектор 1,0 вот в этих координатах. Это вот такой вот вектор. Дальше я на него действую матрицей c. И я получаю тут какой-то вектор вот здесь. Не всем понятно, почему я получу тот вектор, который мне нужен. Почему я получу ровно разложение вот этого единичного вектора по вот этим вот двум векторам. При таком подходе. Давайте смотреть. Значит, у меня есть два разных варианта. Это либо вот так, либо наоборот. Давайте смотреть, какой из них более реалистичный. Значит, что такое единичный вектор вот в этом вот биосе, в биосе с волнами? Это у, да, это либо у, либо в. Теперь смотрите. Значит, если внимательно посмотреть на вот эти две формулы, какая из них выглядит более реалистичной? Если мы знаем, что в матрице c по столбцам написаны координаты векторов у и в в исходном базисе, в базисе без волн. Я могу повторить, что первое, ну, потому что если мы возьмем вектор, например, 1, 0, он перейдет в вектор у, ну, и так далее. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, если возьмете вектор 1, 0, вот здесь, да? Правильно. Он перейдет в вектор у. Ну, то есть, что это означает? Это означает, что у него, значит, вот результатом вот этой штуки будут два числа, которые являются координатами вектора у в вот в этом вот исходном базисе. Но если верить этой формулы, то мы говорим теперь, что вот эти два числа являются координатами какого-то вектора, вот записанного вот в этом вот базисе, то есть, что это означает? Вот, допустим, вы получите числа, там, допустим, 2 и 3, да? Скажем, вот у нас есть вот этот вот вектор у, да, вот у него, допустим, 3 и 2, допустим, вот так. Но когда вы примените вот эту формулу, да, вы скажете вот что. Вы скажете, что вы при этом получили вектор, который в новом базисе имеет координаты 3 и 2. Что за вектор, который в новом базисе имеет координаты 3 и 2? Это какой-то вектор, который устроен вот так. Вот у него 3 по одной оси, 2 по другой оси. Вот он какой-то вот такой. И вот этот вектор не имеет никакого отношения к тому вектору, с которого мы начинали. Значит, вот этот вектор, это вектор с координатами 3, 2 в базисе. Вот у вас здесь x-волной, y-x-волной равняется 3, 2. Это не то, что вы хотите, на самом деле. Нет, не верите? Нет, нет, понятно, спасибо большое. А теперь давайте посмотрим вот сюда. Значит, если попробовать ту же самую процедуру, провести здесь. Значит, что мы делаем? Мы начинаем с единичного вектора, с какого-то базисного вектора вот здесь. То есть мы начинаем с какого-нибудь вектора. Допустим, взяли вектор 1, 0 вот тут. Что мы при этом получили? Значит, взяли вектор 1, 0 здесь. Это кто такой? Значит, вот вектор 1, 0, вектор, чьи координаты в базисе с волнами, 1, 0. Это кто такой? На нашей картинке. Значит, какой вектор на нашей картинке имеет координаты 1, 0 в базисе x-волной, y-x-волной? Значит, если это базис с волнами, это базис, который натянут на вот эти два вектора, которые состоят из этих двух векторов. Скажите, кто-нибудь? Так, или я всех совсем окончательно запутал? Ну, видимо, вы имеете в виду вектор U. Да, его я как раз и имею в виду. Да, давайте я сотру лишнее. Да, значит, вот этот вектор, это просто вектор U. Значит, давайте я как-то буду писать, что вот такой вот вектор, это вектор U. Дальше. И если я подставляю вот сюда вот 1, 0 и умножаю на матрицу C, что получается? 2. Значит, в матрице C по столбцам записаны координаты векторов U. Да, получается 3, 2, если верить нашей картинке. То есть получается как раз вектор столбец, который состоит из координат вектор U. А с другой стороны, что здесь написано? Здесь написано слева как раз координаты этого же самого вектора. То есть здесь сказано, что первый базисный вектор, вот это равенство теперь говорит, что первый базисный вектор имеет координаты, которые он имеет, как раз 3, 2. То есть вот эта формула показывает, что все сходится. Действительно, старые координаты связаны с новыми именно таким образом. То есть это штука, которую невозможно запомнить, но каждый раз, делая вот такое рассуждение, можно понять, какую из этих двух формул нужно выбрать. Окей, согласны? Верите вот в эту формулу? Теперь смотрите, значит, теперь что я делаю? Значит, если у меня связано x, y с x, с волной, y с волной таким образом, давайте я в обратную сторону тоже напишу связь. Значит, нужно просто будет домножить на обратную матрицу. c минус 1 на x, y. Ну и теперь у меня было мое исходное уравнение. x с точкой y с точкой равняется a на x, y. И я теперь хочу написать уравнение для нового, для уравнения, как бы, перестать это уравнение в новых координатах. Значит, делается это так. Я пишу, что я хочу найти производную вот этой штуки. Значит, ну, как мы в прошлый раз обсуждали, это преобразование работает так, как должно работать. А именно, значит, можно переставлять дифференцирование с умножением на матрицу. Поэтому получается вот такая штука. Значит, у меня изначально вот так было. Дальше матрицу c в минус 1 можно вынести. Видите, здесь останется x с точкой, y с точкой. А про x с точкой, y с точкой мы знаем, что это и есть a, x, y. Значит, возникает вот такая штука. А теперь можно снова вернуть выражение x, y через x с волной, y с волной. Получается вот такая вещь. c в минус 1, а c. x с волной, y с волной. Ну, и на самом деле вот эта штука, это и есть наша диагональная матрица. Потому что, ну, что здесь происходит? Значит, матрица c превращает нам из нашего исходного вектора. Допустим, у нас здесь был вектор. Ну, как понять, что это, как понять, что вот эта диагональная матрица? Давайте подействуем на эту матрицу вектором, давайте подействуем этой матрице на вектор 1, 0. c в минус 1, а c. Действуем на вектор 1, 0. Значит, вектор 1, 0 под действием матрицы c превращается в вектор u. Такой вот вектор столбец u. u под действием матрицы a превращается в лямбда u, потому что он собственный. Дальше лямбду можно вынести. Теперь нам нужно матрицу c в минус 1 подействовать на вектор u. Но что происходит, когда мы матрица c в минус 1 действуем на вектор u? Значит, матрица c в минус 1 нам дает связь между новыми координатами и старыми координатами. Значит, мы знаем, что под действием матрицы c, мы знаем, что под действием матрицы c, вот такой вот вектор переходит в вектор u. Значит, под действием матрицы c в минус 1 вектор u перейдет снова в вектор 1, 0. Значит, c нам отображает 1, 0 в u. Значит, c в минус 1 отобразит, наоборот, u в 1, 0. Ну и вот получается, что это есть лямбда на 1, 0, то есть лямбда 0. То есть видно, что первый базисный вектор перешел в вектор лямбда 0. Ну, в общем, что и должно было быть, что и должно было произойти. И это как раз означает, что если я запишу первый столбец вот этой матрицы c в минус 1 от c, то у меня там будет написано лямбда 0. Ну, а если второй столбец, то точно так же там будет написано 0. Значит, c в минус 1 от c, это на самом деле есть матрица вот такая. Вот. Так что если вы все забыли про линейную алгебру, то вы тут должны были все вспомнить. Согласны? Есть какие-нибудь вопросы про это? Вот. Ну и смотрите теперь, что у нас теперь происходит. Значит, у нас в качестве нашей новой системы получается такая. х с волной с точкой, у с волной с точкой равняется лямбда 0, 0, мю на х с волной, у с волной. То есть х с волной с точкой равняется лямбда х с волной, у с волной с точкой равняется мю у с волной. Смотрите, какая чудесная система. Система чудесна тем, что у нас уравнения стали независимы друг от друга. Одно уравнение зависит только от х, другое только от у, и мы их можем решать просто по отдельности. Давайте теперь рассмотрим разные случаи. Но давайте я сейчас просто его не буду рассматривать. Можно будет на семинарах посмотреть. Будем рассматривать случай невырожденной матрицы А. Тогда у нас есть два варианта. Первый вариант – это когда лямбда и мюа имеют одинаковый знак. Давайте тогда посмотрим, как устроен фазовый портрет. Что можно сделать? Можно, например, поделить одно уравнение на другое. Поскольку никто, значит, ни лямбда, ни ноль, можно такое сделать и получить неуделенное на лямбда. Значит, вот такую штуку получить. То есть это означает, что у нас dy с волной на y с волной равняется мю деленной на лямбда dx с волной на x с волной. То есть логарифм модуля y равняется мю деленной на лямбда. Значит, что здесь возникает? Я могу просто взять экспонент от левой и правой части. И получается... Значит, получается просто x с волной в степени мю деленной на лямбда. Ну, там нужно тоже со знакомым подходящим образом поработать. Можно здесь модуль поставить. Значит, что это такое? Значит, как выглядят фазовые кривые? Там еще константа, по-моему, нет? Должна быть. Что там? Там еще константа, по-моему, должна быть. Там, где алгоритм. Да, конечно. Конечно, да. Нужна константа. Да. Значит, ну, дальше, на самом деле, в зависимости от этого мю деленной на лямбда, значит, поскольку мы предполагаем, что и мю, и лямбда положительные, значит, мю деленная на лямбда – это какая-то положительная штука. И это означает, что наши фазовые кривые будут устроены, но в зависимости от того, кто больше, мю или лямбда, эта штука будет выглядеть либо вот так, как такие параболки, либо наоборот вот так, как такие корни. Значит, это уравнение фазовых кривых. Сейчас мы разберемся со всякими фазовыми кривами, которые этим уравнением не обслуживаются. Не все они обслуживаются, но, по крайней мере, большинство им обслуживается. Давайте посмотрим, какая из этих картинок какому соотношению между лямбдой и мю соответствует. Если у нас мю больше, чем лямбда, то первая, а если лямбда больше, чем мю, то вторая. Да, значит, вот это в случае мю больше лямбда, это в случае мю меньше лямбда. Давайте еще, значит, если я хочу поставить стрелочки, тут у нас, на самом деле, возможно, разные варианты. Давайте я сейчас буду считать, что лямбда и мю, например, оба положительные. Значит, если лямбда и мю положительные. Давайте я рассмотрю случай, например, мю больше лямбда, мю больше нуля. Тогда картинка получается такая. Значит, если они положительные, то это что означает? Как стрелочки тут расставить нужно? Значит, если они положительные, то это означает, что у нас, на самом деле, решения будут устроены вот так. x0, e в степени лямбда, t, y0 на e в степени мю, t. Значит, если лямбда и мю оба положительные, то это означает, что когда t стремится к плюс бесконечности, мы убегаем от начала координат. И наоборот, когда t стремится к минус бесконечности, мы приближаемся к началу координат. Поэтому здесь все стрелочки будут расставлены вот так. Ну и давайте посмотрим, какие еще фазовые кривые нужно дорисовать. С учетом того, что наше решение вот так вот устроено. Наверное, нулевую еще. Значит, нулевую – это что вы имеете в виду? Горизонтальную линию. Да, значит, нужно нарисовать горизонтальную линию. Она, собственно говоря, как раз обслуживается этим семейством. Когда c равняется нулю, у нас как раз возникает вот эта горизонталь, y равняется нулю. Хорошо, а еще? Значит, я сейчас строю фазовый портрет для моей исходной системы. А еще, может быть, мю равняется лямбде? Еще раз, пожалуйста. Мы рассматривали мю меньше лямбда и мю больше лямбда. Еще, может, мю равняется лямбда. Мю равняется лямбда рассмотрим отдельно. Давай сначала вот с этим случаем разберемся. Когда мю и лямбда положительные и мю больше лямбда. Значит, я еще хочу фазовых кривых нарисовать на этом фазовом портрете. Не все нарисованы. Точка 0? Да, точка 0 – это отдельная фазовая кривая. Собственно говоря, сам по себе особая точка. Давайте я напишу, что это отдельная фазовая кривая. И еще. Ось Y. Да, значит, на оси Y лежит, на самом деле, три фазовых кривых. Вот такая и вот такая. И сама по себе точка 0. Вот теперь я нарисовал все фазовые кривые. В том смысле, что у нас есть четыре луча. Вот такие. И есть вот это семейство из кусочков парабол, которые издаются вот этим вот уравнением. Вот. Ну, собственно говоря, понятно, что если мю меньше лямбда, то картинка будет абсолютно такая же. Просто нужно будет, чтобы касание было вот такое. На самом деле, про вот это вот касание, про касание с горизонталью здесь, можно думать так. Ну, вот смотрите. Значит, мы знаем, что у нас мю больше лямбда. Это означает, что когда т стремится к минус бесконечности, то Y приближается к нулю гораздо быстрее X. И это как раз и означает, что у нас возникает вот такое вот касание с горизонталью. За счет того, что мы прижимаемся к горизонтальной оси быстрее, чем мы прижимаемся к вертикальной, у нас возникает как раз вот такая вот штука. Вот такая картинка называется неустойчивый узел. Значит, вот такие картинки имеют некоторые специальные названия. по анкаре их еще им дал. И вот эта вот картинка называется неустойчивый узел. Значит, неустойчивый как раз связано с тем, что у нас все фазовые кривые выходят из начала координат и убегают от него на бесконечность. Другой вариант, когда, например, наоборот, скажем, у нас mu и lambda отрицательны. Значит, вот здесь, видимо, нужно поставить модули. Значит, если у нас mu и lambda отрицательны, тогда, допустим, вот у меня вот такая ситуация, lambda меньше mu меньше нуля. А зачем там модули? Мы же положительные только рассматриваем. Нет, мы рассматриваем... Ну, вот на этих картинках мы рассматриваем случай, когда произведение положительное, то есть у него одного знака. Вот здесь, вот на этой картинке рассматриваем только положительное. Вот это уточнение относится к вот этой картинке. А сейчас я рассматриваю противоположные случаи, когда они отрицательны. Значит, тогда, опять же, вот все вот эти соотношения продолжают быть верными. И, значит, если у нас lambda меньше mu меньше нуля, это означает, что lambda, на самом деле, по модулю больше. И это означает, что мы... А, нет, не хочу, давайте наоборот. Сейчас. Значит, не запутался ли я здесь в обозначениях. А, ну да. Вот эта картинка, она на самом деле соответствует не вот этому условию, а противоположному. Здесь нужно поменять местами lambda именно. Потому что у меня... Давайте проверим. Значит, я говорю следующее. Я говорю, что у меня здесь y должен стремиться к нулю быстрее, чем x. когда t стремится к минус бесконечности. Это означает, что у меня mu должно быть больше, чем lambda. Так, это вроде так и было написано. Да, сейчас. Вот сейчас это верно. А здесь должно быть... Здесь должно быть все-таки вот так. Mu меньше lambda, меньше нуля. Значит, здесь получается такого же типа картинка. Значит, если мы уменьшим lambda, то, значит, на самом деле она по модулю больше. И картинка будет выглядеть точно так же, за тем исключением, что у нас стрелочки будут направлены в другую сторону. Значит, все стремление будет к нулю. Значит, эта штука называется устойчивый узел. И таким образом случай, когда знаки одинаковые, рассматриваем. Да, значит, как связаны вот те картинки, которые я сейчас рисую, с моим исходным векторным полем? Ну вот, допустим, что у меня картинка устроена вот так, как здесь. Ну, это означает, что мне нужно нарисовать, допустим, мой узел, но вот в таком вот немножко искривленном виде. Значит, фазовые кривые будут как-то вот так выглядеть, например. Всякие свойства, связанные с касанием, естественно, сохраняются при линейных отображениях. Поэтому, если у меня было касание, например, вот этой оси х-волной, то оно же и останется. Но дальше картинка просто вот на картинку действует линейным отображением. И получаете, что, например, та штука, которая вот здесь вот, вот, например, вот эта вот траектория, которая шла вдоль вот этого луча, она на исходной картинке будет идти вдоль первого байсного вектора, ну, в данном случае, вдоль второго байсного вектора. Вот так оно будет идти. Ну, допустим, вот я рисую какой-нибудь неустойчивый узел. И тут будут какие-то траектории. Какая-то вот такая картинка получится. Вот. То есть вам нужно просто взять исходную картинку и подействовать на нее линейным отображением, так, чтобы вот эта горизонталь пришла бы в первый байсный вектор, а эта горизонталь пришла бы во второй байсный вектор в диагонализирующем базисе. Вот. Хорошо. Давайте я теперь покажу случай, когда знаки мю и лямбда различаются. Значит, лямбда мю меньше нуля. Ну, на самом деле, все вот эти вот наши вычисления, вот эта вот, собственно говоря, эта формула, она продолжает быть верной. Единственное, что теперь, здесь, поскольку знаки разные, теперь здесь вот эта штука меньше нуля. То есть у нас вот эта зависимость, теперь независимость типа параболы или корня. Какая зависимость получается? Гиперболы. Да, получается что-то типа гиперболы. Ну, и на самом деле, понятно, да, если мы выпишем, например, вот у нас есть х от t равняется е в степени лямбда t умножить на х 0, у от t равняется е в степени мю т умножить на у 0. Ну, и давайте, допустим, рассмотрим случай, когда, скажем, лямбда больше нуля, а мю меньше нуля. Что это будет означать? Это будет означать, что вот у вас происходит такая штука, что вот у вас есть давайте здесь поставлю волны. Значит, что по горизонтали у вас будет происходить убегание от начала координат. Вот такое вот. А по вертикали, наоборот, приближение к началу координат. Поэтому фазовые кривые будут выглядеть как-то вот так. Значит, они создаются тем же самым уравнением. Значит, вот этим вот уравнением y с волной равняется модуль x с волной в степени... Что там на что надо поделить? мю деленное на лямбда умножить на константу. Или можно было переписать это уравнение в таком виде. Допустим, модуль y с волной умножить на модуль x с волной в степени минус мю деленное на лямбда равняется константа. Или можно было бы это вообще записать так. Даже можно теперь модуль убрать. Или нет? Ладно, давайте оставим. В степени лямбда умножить на модуль x с волной в степени мю минус мю равняется константам. Значит, можно проверить, что вот эта штука является просто первым интегралом для такого уравнения. И вот мы получаем какую-то штуку. Но вот когда лямбда мю по единице, точнее, лямбда единица, мю минус единица, то мы получаем просто обычное семейство гипербол. Ну, а в остальных случаях мы получаем похожее на семейство гипербол. И такая штука называется седлом. Значит, седлом оно называется, потому что если построить график вот такой функции, вот этой функции, то это будет в простейшем случае это все равно график функции x, y. Представляете, как выглядит график функции x, y? Значит, вот x, y, оно устроено как-то так. Например, если x равняется y, то это все равно, что как обычная парабола. А если наоборот x равняется минус y, то это наоборот как парабола, только направленная ветвями вниз. Поэтому у вас возникает вот такая вот картинка. Вот так эта штука выглядит. Действительно похоже на седло. Вот. Ну и поэтому и особая точка соответствующая называется так же. Такой гиперболоид возникает. Вот. Значит, тоже случай рассмотрели полностью и вроде понятно, как он устроен. Дальше есть случай, который мы пока не рассматривали, а именно случай, когда собственные числа совпадают. Ну, давайте мы его тоже рассмотрим. Значит, если лямбда равняется mu, ну и они оба не ноль. Во-первых, может ли так оказаться, что собственные числа совпадают, но при этом комплексные? Могут ли они оказаться невещественными? Значит, матрица А у нас изначально вещественная. Мы изначально рассмотрим вещественную задачу. Что можете сказать про случай, когда, собственно, числа комплексные, когда они невещественные? Ну, у нас получается, когда вещественные, то может быть такое, что лямбда равняется mu или другого? Когда комплексные? Вроде бы нет. Почему? Они должны быть… Сейчас, секунду. По-моему, собственные значения, они должны быть сопряженными или что-то такое? Да, конечно. Комплексные сопряженные. Вещественные матрицы 2х2 обязательно комплексные сопряженные. Ну, просто потому что как эти собственные значения находятся? Но они находятся тупо из решения уравнения что они находятся из решения характеристического уравнения. А в случае с размерностью 2 на 2 это характеристическое уравнение просто квадратное. Размерность этого уравнения равна размерности матрицы, поэтому для матрицы 2 на 2 это уравнение квадратное. Но у квадратного уравнения мы просто знаем формулу. И мы понимаем, что комплексные штуки отсюда могут вылезти только если дискомбинант отрицательный. Но это означает просто, что мы прибавляем и умножить на что-то, и вычитаем и умножить на что-то. Поэтому они обязаны быть комплексно сопряженными. Если они комплексно сопряженные и при этом различные, если они комплексные, значит комплексно сопряженные отличаются от своего числа. Если они не вещественные, то это автоматически означает, что они должны быть различными. Поэтому вот в этом случае, когда лямбда равняется мю, автоматически следует, что лямбда и мю вещественные. Это подлинниче проверять не нужно. Но здесь на самом деле есть еще два подслучия. Смотрите, если у вас у матрицы 2 на 2 есть совпадающие вещественные значения, что вы про эту матрицу можете сказать? Какие есть варианты? А у нас получается вариант, который мы разобрали. Ну, то есть, допустим, что матрица такая, что она диагонализируемая. Да, если она диагонализируемая, то она как а? В плане… А, то она представляется как лямбда умножить на единичную. Да. Ну, то есть, на самом деле, смотрите, мое утверждение такое. Если матрица 2 на 2 имеет совпадающее собственное значение, то сама эта матрица уже гарантированно является диагональной. Почему она является диагональной в любом базисе? Почему я так говорю? Ну, потому что в диагонализирующем базисе… Значит, если есть диагонализирующий базис… И если есть диагонализирующий базис… То в нем матрица… Значит, матрица А… Ну, вот мы знаем, что С минус 1 АС равняется лямбде Е. Правильно? Сколько лямбда и мю совпадают? После того, как мы продиагонализировали, мы получили матрицу, которая просто на диагонали стоит лямбда. А с другой стороны, давайте я теперь отсюда выражу матрицу А. Матрица А равняется С лямбде Е С в минус 1. Что можно теперь сказать на эту тему? Просто когда мы перемножаем С на лямбда Е, то мы получаем, грубо говоря, лямбду умножить на С. Поэтому мы лямбду можем вынести, у нас просто лямбда остается на единичную. Ну, то есть матрица А, грубо говоря. Ну, то есть лямбда Е. Да. То есть мы получили, что если в каком-то базисе вот такая матрица представляется в виде лямбда Е, то поскольку лямбда Е коммутирует со всем чем угодно, значит, она прокоммутирует и с вот этими вот матрицами перехода. Это означает, что сама матрица является матрицей лямбда Е. Поэтому если есть диагонализирующий базис, то матрица уже в нем. На самом деле любой другой базис тоже будет диагонализирующим в нем. Значит, это означает, что наша система на самом деле просто выглядит вот так. Даже в исходном базисе. Как тогда выглядят фазовые кривые? Там, наверное, надо... А, ну, если мы предполагаем, что лямбда не равняется нулю, то у нас просто будет прямая x равняется y. То есть, в общем, мы получаем просто вот такие вот штуки. Как видите, все эти картинки когда-то мы уже рисовали. Они как бы для вас не должны быть новостью. Но сейчас мы вводим некоторую систематизацию. То есть получается вот такая штука. Но, опять же, в зависимости от знака лямбда получается вот какая-нибудь вот такая вот вещь. Ну, вот это я сейчас рисую для случая лямбда больше нуля. Значит, такая картинка называется... Это называется декритический узел. Или Эйлерово поле. Значит, поле, которое соответствует такой скалярной матрице. Значит, в отличие от вот этих картинок, которые мы рисовали выше, они, с одной стороны, конечно, очень похожи, но, с другой стороны, здесь есть вот это вот выделенное направление, которого большинство фазовых кривых касается. И это как раз наш собственный вектор. Допустим, первый собственный вектор. А здесь никакого такого выделенного направления нет. Но это неудивительно, потому что никакого выделенного собственного вектора у нас нет, потому что, на самом деле, у такой матрицы все векторы являются собственными. И поэтому картинка выглядит вот так. Вот. Наконец, есть еще один случай. Значит, если так оказалось, что нет диагонализирующего базиса. Что тогда? Как тогда выглядит фазовый портрет? Что тогда можно хорошего сказать про матрицу А? Если у нее нет диагонализирующего базиса. Ну, мы тогда можем сказать, что... Если мы предполагаем, что у нее есть собственное значение, кратности 2, то тогда мы можем сказать, что она представима в жордановой нормальной форме. Да, есть жордановый базис. И там матрица выглядит лямбда... Точнее, лямбда по главной диагонали, единичка в правом верхнем углу. А это значит, что одно из уравнений, оно будет первого вида, как мы написали. То есть мы его можем решить. А второе уравнение, оно будет представляться как... Я не помню, как это называется, но, в общем, когда у нас есть А умножить на X, на F от X плюс B от T. Угу, да. Значит, в новом базисе у нас действительно уравнение выглядит так. X с волной с точкой равняется лямбда X с волной плюс Y с волной. А Y с волной с точкой равняется лямбда Y. Вот такая вот штука получается. Значит, получается такая жордановая клетка. Но действительно, эту систему можно решить, ровно как вы сказали, можно взять сначала решить второе уравнение, потом поставить результат в первое уравнение. Ну, в принципе, почему бы это и не сделать? У нас есть еще как раз 5 минут на этом. Значит, давайте решим. Второе уравнение какое решение имеет? X0 умножить на E в степени минус лямбда T. Ой, на E в степени просто лямбда T. На E в степени лямбда T. Да, ну и давайте теперь поставим это в первое уравнение. Значит, получается теперь такая штука. Это вот то, что у нас в первой статье получилось, это линейное неоднородное уравнение. Неоднородность возникает вот из-за этой функции. Ну, давайте пробуем его решить. Значит, можно решать методом разделения переменных, например. Не разделение переменных, а как это называется. Методом вариации постоянной. Значит, однородное решение однородного уравнения. Значит, что здесь будет решение в однородном уравнении? Цена E в лямбда T. Цена E в степени лямбда T, да. Ну, теперь давайте варьировать постоянно. Значит, мы теперь ищем решение в таком виде. Значит, x с волной равняется c от t E в степени лямбда T. Значит, x с волной с точкой равняется c с точкой на E в степени лямбда T плюс c лямбда E в степени лямбда T. И равняется все это дело лямбда C на E в степени лямбда T плюс y0 на E в степени лямбда T. Значит, вот эти вот товарищи магическим омбленом сокращаются. О, смотрите, как хорошо получается. Вот эти вот товарищи тоже сокращаются E в степени лямбда T. Таким образом, у нас просто уравнение c с точкой равняется y0. То есть, значит, c от t чем уравняется? У нас получается y0 умножить на t плюс какая-то константа. Да, плюс еще какая-то константа. Давайте c1 ее обозначим. Отлично. То есть, смотрите, значит, решение у нас получается такое теперь. x от t равняется y0t плюс c1 на E в степени лямбда T. значит, здесь везде надо волны поставить y0 с волной на E в степени лямбда T. То есть, смотрите, по сравнению с обычным с обычным случаем, когда у нас в качестве решения возникают какие-то экспоненты с какими-то коэффициентами, здесь возникла экспонента, но вот у нее коэффициент вот такой вот. Это теперь линейная функция T. Мы, на самом деле, с таким будем еще частенько сталкиваться. Значит, есть некоторый общий способ решать линейные уравнения, у которых в правой части стоят какие-нибудь экспоненты или экспоненты умноженные тоже на какие-то многочлены. И там всегда будут возникать вот такие штуки. Вот. Но давайте пробуем понять, как выглядит фазовый портрет этой системы. Значит, вот смотрите. Ну, давайте возьмем, например, лямбда меньше нуля для определенности и попробуем нарисовать этот фазовый портрет. Значит, чего я хочу сказать? Вот, допустим, меня интересует такой вопрос. Чего будут касаться, какого направления будут касаться мои фазовые кривые, когда T будет стремиться к бесконечности? Ну, то есть, окей. Во-первых, мы понимаем, что когда T будет стремиться к бесконечности, куда будут стремиться X и Y? Ну, вот с Y все сразу понятно. Он будет стремиться к нулю. Собственно говоря, можно нарисовать такое. Сразу можно нарисовать здесь такую фазовую кривую. Вот у нас есть фазовая кривая, соответствующая случаю, когда Y0 равняется нулю. В этом случае Y по-прежнему остается равным нулю. То есть, это такая горизонтальная фазовая кривая. И стремление будет вот такое. А что мы можем сказать? Так, сейчас, нет, это я, кажется, неправильно нарисовал. Когда... А, нет, правильно нарисовал. Значит, если Y0 нулевой, то это означает, что я стартую с горизонтальной оси и остаюсь на этой горизонтальной оси. Хорошо, а если я стартую не с начала, не с горизонтальной оси, куда стремиться? Ну, вот с Y понятно. Он в любом случае будет стремиться к нулю. А куда стремится X? Вроде тоже стремится к нулю. Тоже стремится к нулю. Да, почему? Ну, у нас просто... У нас существует теорема, вроде бы, что экспонент побеждает любую показательную функцию. Точнее, не показательную, а любой многочлен при T, стремящемся к бесконечности. Вот. А мы просто здесь можем сделать замену, но, в общем, ну, точнее, никакой замены делать не надо. Мы просто говорим, что у нас Y с нулевой от T делить на E стремится лямбда T и получается ноль. Да. Значит, действительно, вот эта штука, она обязательно стремится к нулю, потому что экспонент сильнее, чем... Даже если вот здесь у нас... Даже если мы понимаем, что эта штука, конечно, стремится к бесконечности, но стремится она медленнее, чем вот эта экспонент стремится к нулю. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, как эта штука вообще может быть устроена. Значит, чего? Какого направления касаются все фазовые кривые? Значит, чтобы понять, кого они касаются, давайте посмотрим, как устроены... Если мы поделим, например, одно на другое, одно решение на другое, то мы узнаем, значит, если вот у меня есть какое-то решение, да, как-нибудь оно вот так вот движется. И вот я хочу сейчас посмотреть на предел вот такой вот штуки. Значит, на предел отношения. Отношение как раз показывает, как наклонена прямая, которая проходит через начало координаты данную точку. Значит, например, вот так. И я хочу поделить, скажем, y на x. Значит, чего у меня получается? Значит, получается y0 разделить на y0 t плюс константа. Значит, чему этот предел равен? Нулю. Да, он равен вообще нулю всегда. Ну, кроме случая, когда одновременно y0 обращается в 0 и константа обращается в 0. Но это как раз к 1 0. В нуле этому, конечно, ничего не определено. То есть, на самом деле, если внимательно посмотреть на этот фазовый портрет, то выглядит он примерно так. Значит, у нас... Если мы стартуем, например, с большого y0, то когда у нас y0... Значит, когда у нас y0... Сейчас. Значит, как эта штука выглядит? Она же, получается, как бы приближается к оси x. Значит, да. Она обязательно... Значит, у нас обязаны все траектории касаться оси x. Только давайте поймем, как это будет выглядеть. Значит, вот допустим, что у меня изначально... Скажем, вот эта штука маленькая, а вот эта штука наоборот... Ну, смотри, а вот эта штука это на самом деле мой x0. Можно сразу сказать, что вот этот c0 это на самом деле. x в нуле с волной. Значит, давайте считать, что я буду стартовать вот отсюда. И давайте поймем, как будет вести себя моя система, когда t будет стремиться к плюс бесконечности. Значит, у меня здесь y0 от t. Значит, по идее, у меня x должен увеличиваться. поначалу, да? Когда у меня вот это вот... Когда вот эта экспонента... Когда t маленькая, смотрите, что происходит. Вот эта экспонента еще не очень сильно действует. А за счет того, что у меня, например, за счет того, что я стартовал вот отсюда, у меня вот эта вот штука будет расти. И она какое-то время будет расти, а потом она будет, наоборот, уменьшаться и вот так вот приближаться к нулю. Вы же говорили, что лямбда отрицательная. То есть, если ты маленькая, то она сильно действует. Нет. Если ты близка к нулю, я имею в виду. А маленькая, если ты близка к нулю. Хорошо. Они в смысле отрицательные. Значит, траектории будут вот такими вот, на самом деле, здесь. Там можно явно найти, например, уравнение вот тех вот моментов, когда они вот так вот загибаются. Ну, на семинаре еще повозите с этим уравнением. Для случая, когда мы стартуем, наоборот, снизу, у нас получаются вот такие вот фазовые кривые. Вот. И они действительно все касаются вот этой горизонтали. Вот. Вот эта штука называется вырожденный узел. Ну, или так и называется жардановая клетка. И все. Эта картинка завершает нам классификацию особых точек для вещественных собственных значений. Для невырожденных матриц и вещественных собственных значений. Вот. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы по этому поводу? В следующий раз поговорим про то, что происходит с комплексными собственными значениями. там тоже возникают разные другие картиночки. Но тоже все делается полностью до конца. Этот случай просто изучается полностью. Вот. Такая история. Так, ну что, если вопросов нет, тогда на сегодня вроде бы все, да? Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...